Доброе утро! Меня зовут Екатерина Яцкевич и сегодня я расскажу вам все самое интересное о формуле здоровья. Основная цель предупредить. Анемия – коварный недуг, который долгое время может остаться незамеченным. Сегодня в формуле здоровья поговорим, как не допустить дефицита железа. Когда содержание красных кровяных клеток или гемоглобина падает ниже нормы, говорят об анемии. А с ней появляются и вялость, и разбитость, частые головные боли, мушки перед глазами, головокружение и слабость. Затем выпадают волосы, ломаются ногти, появляются боли в груди и учащенное сердцебиение. Суточная норма железа для детей зависит от массы тела и возраста – в среднем от 4 до 18 мг в день. Взрослому мужчине рекомендуется употреблять 10 мг железа в сутки, женщинам – от 20 до 30 мг, особенно в период менструации. Как же не допустить развития анемии? Во-первых, скорректируем рацион питания. Наиболее богатые железом – красное мясо, говяжья, свиная, куриная печень, почки, телятина и баранина, мидии, устрицы и креветки. Они содержат так называемое гемовое железо, которое легко усваивается организмом. Среди растительных продуктов признанные чемпионы – белые сушеные грибы. Но железо в них не гемовое, поэтому усваивается хуже. На втором месте – бобовые – горох, красная фасоль, соя и чечевица. Следом – шпинат, картофель, морковь и цветная капуста. Из фруктов и ягод – это яблоки, бананы, абрикосы и персики. Но из овощей и фруктов усваивается не более 5% железа. Главным недругом железа является кальций. Он препятствует его правильному усваиванию. Так что железо, содержащую пищу и молочные продукты, употребляйте в разные приемы. Очень плохо усваивается железо в сочетании с чаем и кофе, поэтому выдерживайте хотя бы получасовую паузу между приемом гемовых продуктов и этими напитками. Чаще всего недостаток железа наблюдается у детей, беременных и кормящих женщин, пожилых людей, спортсменов, вегетарианцев и приверженцев строгих диет. Это так называемые группы риска. И здесь не обойтись просто рационным питанием. Внимательно послушаем нашего эксперта. Всем детям, которые находятся и на искусственном, и на естественном скармливании, если их мамы не проходили прегравидарную подготовку препаратами железа, мы назначаем профилактические дозы препаратов железа. Это очень важно для интеллектуального развития ребенка. Важно это профилактировать в детском возрасте, потому что тот запас железа, с которым живет наш головной мозг, на 80% формируется в первую декаду жизни. Для детей старше года нам уже важно наличие хронических заболеваний и наличие кровопотери у этого ребенка, а также физическая активность ребенка. Те группы, которые занимаются профессионально спортом, тоже требуют поддержки препаратами железа. Здесь все на усмотрение доктора. Нередко анемия бывает у женщин из-за кровопотерь в дни менструации. Здесь тоже важная рекомендация. Принимайте препараты железа курсами от 5 до 7 дней по одной таблетке в день после каждого менструального цикла. Надеюсь, все, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. Все материалы рубрики доступны на сайте ONT.BY и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова